Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемые участники нашего сегодняшнего круглого стола. Мы приветствуем вас в стенах, в виртуальных стенах Института иностранных языков и международного сотрудничества Томского государственного педагогического университета. Да, у нас еще подсоединяются коллеги, наши участники, слушатели, и немного будем отвлекаться, чтобы давать им доступ. Благодарим вас, что вы нашли время для того, чтобы собраться сегодня для такой небольшой, вроде бы научной и вроде бы ненаучной дискуссии. Поздравляем вас с сегодняшним днем, Днем Российской Науки. Желаем научных, личных свершений, ну и, конечно же, прежде всего, всем доброго здоровья. Мы сейчас находимся на кафедре языков народа в Сибири, нашего института, нашего университета, но, как я понимаю, география сегодняшних участников простирается далеко за Сибирь и даже за пределы Российской Федерации. И сегодня мы бы хотели поговорить, вот, к сожалению, не все участники смогут с нами устно общаться, но мы давно уже изучаем языки народа в Сибири. Я занимаюсь в основном, меня зовут Валерия Лемская, забыла представиться, да, заместитель директора института. Занимаюсь уже исследованиями тюркских языков народа в Сибири более 15 лет. И, конечно же, как и любой другой мой коллега отметила для себя, что в чулынском языке или в томских татарских диалектах нет таких вот привычных нам понятий речевого этикета, с чего мы обычно начинаем изучать иностранные языки. То есть, если мы приходим на урок английского языка, на урок французского, немецкого языков, всегда начинается, да, здравствуйте, как ваши дела, ну и, конечно же, урок заканчивается прощанием. Вот в языках народа в Сибири все совсем не так. И мы задались вопросом, давайте сравним, давайте сверим, так ли это вот только в нашем небольшом регионе Сибири или это может растираться далеко за его пределы. Вот, поэтому сейчас формат нашего общения предлагаем сделать таким, что сначала будет небольшое сообщение, вот, доцент кафедры языков народа в Сибири, Сергей Васильевич Ковылин, кандидат филологических наук, нам представит небольшой доклад. Далее, обещала подсоединиться чуть позже, Александра Аркадьевна Ким, профессор нашего института, тоже специалист по селькубскому языку и культуре. И, а вот она у нас, кстати, и присоединяется. Ну, то есть сейчас вот выступит Сергей Васильевич, потом Александра Аркадьевна, сделать дополнение. Ну, и далее мы перейдем, наверное, к дискуссии, где просто каждый сможет добавить что-то свое, может быть, даже дать свои конкретные примеры. Если у вас будут вопросы, давайте попробуем сделать так, чтобы не было такого информационного разнобоя и хаоса. Если у вас есть вопросы, либо пишите в чат, либо вот используйте реакцию поднятия руки. Ну, конечно же, если это совсем не сработает, у вас будут какие-либо дополнения, то можно будет, так сказать, высказываться с места. Благодарю за внимание. Если сейчас каких-либо таких острых вопросов нет, то тогда я передам слово Сергею Васильевичу для небольшого сообщения. И дальше мы продолжим дискуссию. Вот он со мной рядом. У нас, правда, да, мы решили поставить виртуальный фон, поэтому его сейчас не видно. Но я подвинусь, а он тогда начнет. Спасибо большое. Всем добрый день. Так, надо свернуть, открыть на рабочем столе. Сейчас мы откроем. Сейчас, секундочку. Презентацию. Видно? Скажите, пожалуйста, видно презентацию? Все ли слышно? Только если можно, да, устно скажите или напишите. Да, видно и слышно. Тогда спасибо большое. Тогда мы продолжаем. Да, всем еще раз добрый день. Меня зовут Кавлин Сергей Васильевич. И перед тем, как нам перейти, собственно, к обсуждению речевого этикета в сибирских языках, да, в народах, вот именно сибирских, хорошо было бы рассмотреть речевой этикет вообще в странах мира, чтобы появилась такая вот картинка для определенного сопоставления. Ну, и для этого были выбраны несколько стран, несколько школ. Значит, первое, что хочу сказать, что речевой этикет – это те правила, это то, как нужно себя вести при встрече с незнакомым человеком, как нужно начинать и заканчивать разговор, а также как нужно разговор сам поддерживать. Несмотря на различия в культурах, все-таки нужно отметить, что любое приветствие или просьба должны нести за собой уважение и учтивость. Итак, и давайте перейдем к первому. Вот, да. Если мы будем говорить о немцах, то в Германии все четко и понятно и очень вежливо, начиная с немецкого языка и заканчивая немецким этикетом. Обычно разговоры всегда сопровождаются словами «хэр» и «фрау». Сразу за обращениями следует немецкая фамилия. Ну, то есть означают они тоже, что вот это вот «хэр» и «фрау» – «мистер» и «миссис». Вот, для ясности собеседника немцы без сомнения называют свою фамилию, обычно при разговоре или в телефонном разговоре. А все разговоры проходят вежливо и формально, чтобы всем все было понятно. Следующее. Корейцы. Во главе южнокорейского, вот именно, общение стоит иерархия определенная. То есть общение и обращение там будут зависеть от того, кто вы являетесь по рангу, какой у вас будет возраст и будет уделяться отдельное внимание обстановки, происходящей вокруг. Значит, корейцы не высказываются, не отказывают категорично, но обычно это всегда происходит вежливо и уклончиво. Они предпочитают не общаться на «ты» или на «вык» собеседнику. При приветствии они кланяются. Разговоры приходятся, обходятся без касаний и физического контакта. Французы. В общем, французы не отличаются уступчивостью и вежливостью. Их национальная черта – эмоциональность. Эта эмоциональность – это проявление своеобразного внимания говорящего. То есть французы часто перебивают друг друга и своих собеседников в их общении. И это как бы этим они показывают, то, что они проявляют интерес к чужим словам. Они обращаются друг к другу, к мужчинам на месье, к женщинам на мадам. И также они не любят, когда используются зарубежные выражения. И также французы часто в основном выступают за чистоту своего языка. То есть, следующее. Арабры. Общаются дружелюбно, свободно и открыто. Это заметно по их жестам, терпению и вниманию к почтенным друзьям. Обращаясь к незнакомцам, исследуют такие термины, как господин и госпожа. Почтенным называют тех, кого уважают, а друзьями – тем, с кем хорошо общаются. Женские приветствия сопровождаются наклонами головы. Нормально абсолютно относятся о них к разговорам о деньгах. Терпевливо и благословно относятся к темам здоровья семьи и друзей. Потом еще нам стоят абсолютно несколько культур. Следующая культура – это американцы. У американцев главенствует прямолинейность, простота и успешность. Вы видите здесь, что США принято улыбаться. Это говорит об их успешной жизни. Они это подчеркивают. Это их национальная черта. А вот жалобы у них как раз-таки не приветствуются. И они об этом всегда умалчивают. Общение в Америке быстро переходит в дружеские отношения. А люди часто обращаются друг к другу по имени. Американцы, естественно, они сами прямолинейны и воспринимают все слова, которые к ним обращаются. То есть буквально, да? Воспринимаются буквально. Следующее, о ком хотелось бы поговорить, это о русских. Значит, русские, как отмечают, по данным этнолингвистических исследований, для их поведения характерна развитая фатическая функция. Это то есть завязывание, они нацелены на завязывание продолжения и правильное прекращение коммуникации. Значит, бескомпромиссность в споре, категоричность в высказывании, толерантность и конформизм, то есть пассивное принятие общения в группе, эмоциональность. Также налицо перейти, быстрый переход от формального к неформальному общению. Следующее, и последнее, о ком мы сегодня поговорим, это финны. Финны относятся, это представители уральской языковой семьи. Вот. В Финляндии этикет допускает обращение по имени, независимо от возраста, а также от профессионального и социального статуса человека. Вообще финны предпочитают избегать непосредственных обращений и чаще всего используют безличную форму, что-то вроде «послушайте». Приветствия обычно также безлично, они говорят «добрый день», «доброе утро», не называя имени, не называют имени обычно тому, к кому обращаются. Рукопожатие принято только при первой встрече или после долгого отсутствия. Финны стараются вообще не избегать категоричности и жестких однозначных ответов, да, либо нет. Также финны бывают немногословны, они умеют подолгу молчать. Многословие считается признаком неумения вести правильно беседу, да. Вот, и иногда из-за этого возникает как бы недопонимание, может возникнуть, если финны выдерживают нам до паузы. У них это принято так. Вот, отдельно бы еще раз хотелось сказать немного о русских, да, потому что все-таки территориям большое количество коренных народов, расположенных на территории Российской Федерации, и коренным приходилось все время контактировать с русскими, да. То есть, вот, если мы скажем, так, не могу отлить, вот. Если мы скажем, что для русских, вот, именно у них была характерна, характерны такие функции, как, то есть, направленность на завязывание, продолжение и поддержание именно речевого, устного, да, диалога, там, между собой и между другими, то, допустим, у многих народов Сибирского Севера было принято молчание по этикету, либо там действовали различные системы табу, да, когда нельзя было называть, допустим, кому-то там по имени, у них не было так же принято у многих прощание или приветствие при знакомстве, вот, и, в общем, на начальных этапах это все, как бы, приводило к недопониманиям, да, но уже в наше время, когда исследования сибирских народов уже находятся на другом плане, да, на другом уровне, то есть, это все изучается, этому уделяется достаточно много внимания, да, именно этикету способом обращения, способом коммуникации коренных народов Сибири, вот, и как раз-таки об этом мы хотели сейчас поговорить. Спасибо за внимание. Так, ну, спасибо большое Сергею Васильевичу за его, да, за его сообщение, и, наверное, сейчас давайте прежде всего еще дадим слово Александре Аркадьевне, я думаю, что у нас довольно много уже мыслей для обсуждения, ну, у меня есть тоже небольшие добавления, вот, и еще большая просьба, так как у нас вот кто-то проходил регистрацию, уже написал, да, свою организацию, свой регион, очень интересно, все-таки, откуда мы все собрались, если есть возможность, просьба написать в чат, откуда вы, то есть, чтобы нам знать географию, ну, даже если это Томичи, и мы вас лично знаем, вы тоже все равно об этом напишите. Но это не только, знаете, для статистики, это все-таки для нашей, для нашей, ну, так сказать, информации. Вот, и также, конечно же, мы рады будем обменяться контактами, стоило, конечно, заранее приготовиться наш адрес, ну, вот у нас есть адрес, давайте дам электронную почту кафедры, как бы сибирские языки, вот это наш, так сказать, мини-бренд, Сибланг, ТСПУ и Дюру, есть такой адрес, и вот через него можно связываться с нашей кафедрой. Вот, ну, пожалуйста, напишите, откуда вы, если хотите, поделитесь вашими контактами, потому что действительно, хотя у нас общение такое неформальное, и конференция, ну, все-таки, смотрите, 22 участника сегодня, довольно-таки большая, большая аудитория. Хорошо, Александра Аркадьевна, вы готовы? Передаем такое вам слово для дополнений, и далее перейдем к дискуссии. Большое спасибо. И еще, простите, момент, уважаемые коллеги, мы выключаем всем микрофоны, пока идет сообщение, да, то есть если, ну, для того, чтобы звук просто не фонил, а если потом вы захотите что-то дополнить, сказать, то включайте, пожалуйста, их самостоятельно. Вот выключить мы как организаторы можем, а включить уже не можем. Спасибо большое за понимание. Тогда Александра Аркадьевна Ким, доктор филологических наук, профессор Томского государственного педагогического университета, Институт иностранных языков и международного сотрудничества, на данный момент кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации, но всей душой также и кафедра языков народа в Сибири, да, можно так вас представить. Слово вам. Спасибо большое. Спасибо. У меня нет презентации, это такое устное сообщение, поэтому я вот устно немножко о своих моментах, которые я нашла, скажу. Вообще в этнографических описаниях селькубского быта да и любого быта народов Сибири довольно трудно отыскать заметки об этикете, о гостеприимстве в том числе и каких-то нормах социального поведения. Задаю все вопросы. Может быть, такие традиции отсутствуют? На самом деле все это есть, только выражено это не так, как у русских или у других народов. И спасибо Сереже, он сделал такой хороший обзор разных приветствий у разных народов, и мы вот это уже увидели. Поэтому, чтобы вот такую информацию найти у народов Сибири, нужно преодолеть некоторые стереотипы. Даже обращаясь к фольклору народов Сибири, нужно постараться внимательно изучить текст, чтобы понять, как выражается, например, гостеприимство. В том числе, вот я буду говорить по фольклору селькубов о селькубском гостеприимстве. Примеры гостеприимства встречаются в фольклоре довольно часто, только выражено это гостеприимство по-особому. Более того, нарушение традиции гостеприимства карается определенными санкциями. Ну вот, остановлюсь на некоторых примерах. Из сборника, который опубликован, собран, опубликован Тучковый и Пятый Надь, все тексты об Иче из разных мест. Здесь и Тазовский, и Южный, и Селькубский фольклор. Иче-кадечка, Иче приехал к чуму, в чум зашел, девушка чай не вскипятила, Иче сидит, чай пьет. Утром встал ест, Иче и девушка поехали к бабушке, Иче бабушка накоронила ее. Что мы здесь видим? Человек приходит, заходит в чум, без всяких церемоний. И первое дело, что хозяин делает, это готовит еду, ставит чайник и кормит пришедшего. В другом тексте тоже из того же сборника в гости пришли. Старуха говорит, гостей, пришедших людей, накормить надо. Пая тяра. Тембитый кулам апстыгу надо. Вот эта установка гостеприимства проходит во многих фольклорных текстах. Вот в одном тексте после вот такой установки тембитый кулам апстыгу надо, пришедших людей накормить надо. Старуха, которая встретила гостей, произнесла эту фразу. Ходит, но ничего не варит. И что происходит? Начинаются очень суровые санкции. Старик, хозяин, отрезает ей голову, но потом оживляет ее. Тогда старуха быстро начинает готовить еду и кормит пятерых братьев. Ну, здесь по содержанию сказки. Старик – это триксер, который провоцирует других людей на то, чтобы они убили своих жен, скажем так. После того, как старуха оживляет, она быстренько начинает готовить, кормит гостей и иллюстрирует, как закон гостеприимства должен применяться. Ну, и потом люди, которые наблюдают за этим ритуалом, пытаются точно так же поучить своих жен этим волшебным ножом, который они получают, отрезают голову своим женам. Жены не встают, ничего не готовят, они, значит, умерли. Таким образом, вот этот триксер провоцирует такое вот убийство своих домашних. Или другая сказка. Ити живет на краю берега, и вот охотники какие-то подъехали к чуму, остановились, видят, что в чуме есть человек, а человек говорит, приезжих людей, прихожих, надо кормить, что-то варить. Взял котел, пошел мясо нарубил, поставил варить. Ну, и старик, ну, а это на самом деле был шаман, отец Ити, говорит, садитесь, ужинать будем. Вот садитесь, ужинать будем, это и есть, ну, проявление гостеприимства в режиме речевой коммуникации. Там нет таких слов, как на здоровье, кушать подано и так далее. А вот садитесь, есть будем, ужинать будем, кушать будем, это то, что люди говорят обычно. Если путники останавливаются на ночь, их укладывают спать, предоставляют им место для ночлега, и утром обязательно кормят завтрак. Во многих сказках вот это, продолжение вот этого этикета следует и на другой день. Они встали, поели и пошли по своим делам. Ну, я вот хочу продемонстрировать еще сказку, которая тоже связана с санкциями за то, что не соблюдается вот эта традиция гостеприимства. Называется эта сказка «Котел сала», опубликована в очерках по селькубскому языку, это тазовский ареал. Эта сказка повествует о жадной старухе, к которой пришли два человека, а она сидит, людей накормить не хочет. Тогда вот эти двое пришедшие договорились, как эту старуху обмануть, и крадут из козла кусок сала. И в заключение они как бы подтверждают правоту своих действий, говорят, пускай старуха впредь не жадничает. Вот такие санкции, лишение ценного продукта. Еще хочется привести некоторые примеры из книги, которую опубликовала Ирина Анатольевна Каравинникова, сказки и рассказы селькубки Арины. Там есть сказка «Золотое седло». И в этой сказке написано «У нас в Нарыме такое обычай. Хочешь, заходи к любому, запросто». То есть вот это тоже такой своеобразный этикет. Если человек пришел, увидел, что в доме есть люди, он запросто заходят, и ему не надо даже ничего объяснять, ничего не говорить, его тут же посадят, усадят, накормят, что есть в доме, потому что это положено. Или в следующей сказке из этого же сборника «Кинге серия» «Я в гости к тебе пришел». Это относится к старику лесному духу. «Накорми меня сначала, как по обычаю положено». Вот это вот такие установки. Еще хочется привести пример из рассказа про селькубку Арияну. Ну, рассказ «Не, мы сахаром не пьем». «Проходя мимо соседей, останавливаешься на запах ухи». «Проходи, садись, расскажи про Женю». Угощение может быть любое. Здесь описано «Перченая ухана», «Лимня макса». Нюхательный табак предлагают для тех, кто этим пользуется. И часто бывает отдарок. При отдарке, в данном случае отдарок на бирка, только усиливает гостеприимство. Но, а что касается вербальной коммуникации, то она состояла из долгого молчания. Но это было не одиночеством вдвоем, а именно своеобразной коммуникацией людей, которые, в принципе, не многословны и без слов понимают ситуацию друг друга и поддерживают ее вот таким обрядом молчания. Ну, вот это все, что я хотела сказать по гостеприимству. Я, на самом деле, очень часто испытывала в экспедициях, в поездках к Сиркупам вот такие ритуалы гостеприимства. Мне довелось даже путешествовать по притокам Таза. И когда проезжаешь летом мимо чумов на песках, где рыбаки охотятся, первое дело – это кормят гостей. Говорят, садись, кушай с нами. И часто приезжие дают какой-то подарок, тоже символ приветствия. Даже не говорят русских привычных второго лега, но это, так сказать, принято уже в связи с долгим проживанием среди русского населения обычно приветствия не используются. Но и так все понятно. Люди открыты к общению, являются гостеприимными. А что главное в таких сибирских тяжелых условиях, когда зимой морозы ужасные, летом помары ужасные, это предоставить приют и накормить пришедшего. Вот это такие установки гостеприимства. Ну, вот это все, что я хотела сказать. Если есть вопросы, то пожалуйста. Ну, надо сказать, что вот я еще хочу добавить один такой пример из жизни. Когда в село Иванкино приехали индейцы, был такой момент. И здесь даже можно сказать, что мы наблюдали какое-то общая культура. У индейцев очень, так сказать, распространен потлат, когда все приносят какие-то продукты на какой-то праздник. И кто что может. Здесь вся сельковская деревня собралась и принесла разные закуски, продукты, рыбу, уху. Все это русское население пироги напекали, что угостить. Вот это было трое приезжих из Канады. И они продемонстрировали вот настоящий индейский потлат таким угощением вселенским. Все, спасибо за внимание. Если вопросы, пожалуйста, пишите. Спасибо, Александра Михайловна. Александра Аркадьевна, да. Давайте, может быть, уже уважаемые коллеги, уважаемая аудитория, возможно, у кого-то есть вопросы к Александре Аркадьевне или к Сергею Васильевичу, а может быть дополнение. Но, думаю, для дополнений, наверное, тоже место у нас будет. Так, в чате никто пока не пишет. Может быть, так хотите спросить? Можно я скажу? Да, конечно, Ирина Анатольевна, Коробейникова, президент. Я вашу организацию всегда забываю, правильно. Томская региональная организация. Союз коренных малочисленных народов Северо-Томской области. Спасибо большое. Да, чуть-чуть дополнить. В селькопских юртах и заимках жили несколько семей, которые хорошо знали друг друга. Поэтому никогда двери не закрывали на замок, не запирали на ночь, на крючок изнутри. Собаки всех соседей знали и тоже не лаяли. Но, когда собаки залаят, хозяева говорят, канак муда, рус чаджа, собака лает, русский идет. Заходили в дом без стука, просто открывали дверь и говорили, мат тембок, я пришел к месту, здравствуйте. Хугулджек в Элоге, домой пойду. С такими словами уходили, место до свидания. Рыбаки и охотники делились своей добычей с теми семьями, где некому было добывать рыбу мясо. Рыба мясо, мясо рыбу. Татва куб, ты хороший человек. Благодарили такими словами. Ну, вот, когда в гости придешь к человеку, к селькукам приходили гости, они сразу за стол садят, кормить, чаем поить. А иногда бабушке, ой, нет, я дома поела, я дома чай попила. Отказываться можно было только два раза. А на третий раз обязательно надо все равно за стол садиться. Хочешь ты или не хочешь. А еще говорит бабушка, а я не видела, как ты дома чай пила. Омдле чаем пилел. То есть садись и чай попьем. Как-то в селькубских деревушках, юртах, заимках никогда никто не воровал. Никто не лазил в чужие ловушки. Ну, а тех, кто этим занимался, наказывали по-своему. Но это уже другая тема. Вот как. То есть вот что я помню, я об этом рассказала. Прекрасное дополнение. Огромное спасибо, Ирина Анатольевна. Да, хотелось бы в этом все даже поучаствовать, как вот раньше вы вспоминаете. У нас, по-моему, у Артема Федоринчика есть или вопрос, или комментарий. Пожалуйста. Да, я хотел бы добавить о том, что я знаю, например, про Чувашскую общину. Там действительно было такое, что вплоть до того, что двери не закрывали, когда уходили из дома, потому что, ну, не было такого, чтобы кто-то влез, как бы все друг друга знали. Но это изменилось в тот момент, когда в деревне пришел алкоголь. Потому что пьяный человек, он как бы, для него нет запретов. И после этого, конечно, уже такого не было. То есть люди немножко стали опасаться. И после этого уже появились на десне замки и все остальное. Спасибо большое. Так, коллеги. Может быть, кто-то еще добавит. Здесь мы, да, в дискуссии была про селькубскую культуру. Но вот у нас есть и представители чулымского народа, телевудского народа. Кето и Венков. Да, ну, мы, наверное, да, про последнюю тему не будем. Давайте все-таки вернемся в принципе к речевым традициям. И вот как Анатольевна сказала, что заходили друг к другу и говорили, я к вам пришел. Ну, если даже вспомнить, да, библейские тексты, там вот приветствие было, мир вам, мир вашему дому. Как вот в ваших культурах, может быть, вы помните, как бабушки и дедушки рассказывали, может быть, сами что-то скажете. Я думаю, да, можно с места. Кто может? Включите себе микрофон, если кто-то готов говорить, пожалуйста. Пока весь вас стесняется, смущается. Ну, ладно. А я вот, мы приготовили с Сергеем Ковылиным два тома, чулымских и селькубских полевых записей. Ну, так как вот у нас включен виртуальный фон, сейчас, наверное, сложно будет показать. вот поближе попытаюсь. Так, как бы так сделать. Нет, нет, не подальше, а камеру. Нет, давайте я тогда отключу виртуальный фон, хотя у нас не очень красивый сзади фон. Нет, сейчас, секунду. Вот, сделаем вот так и покажем поближе. Так, я пытаюсь. Это вот записи 1973 года в Чулымской деревне, где написано вместо «Здравствуйте, Таробаштыр». И вот сегодня, да, в нашей заставке, вот сейчас ее, наверное, еще раз покажем, кажется, видно. То есть есть у нас по-кетски и по-селькубски. Вот, Дорова и Торова. Ну, и вполне мы понимаем, что Таробаштыр, а еще Ольга Кострова, кажется, вы здесь были. Да, да, я здесь, а вы Валерий Михайлов. Да, здравствуйте, еще раз. Вы говорили, по-моему, что у вас говорили Торобаштыр. Вот вспомните, напомните, пожалуйста, или это не вы говорили? То есть, ну, среди чулымцев в Новошумилово где-то там так говорили, да? Да, это вот мой, непосредственно мой дядя, мой родной дядя, он говорит Торобаштыр. То есть он это приветствие, ну, всегда знал и помнил. Между чулымцами иногда возникают такие недопонимания. Кто-то говорит Азянер, Да, да, да. А он вот знает Торобаштыр и все вот так вот приветствовали друг друга. Это его так бабушка приветствовали они друг друга. Да, Ольга непосредственно свидетель, когда у нас были онлайн занятия, ну, небольшой проект, который мы надеемся продолжать, но сейчас что-то и занятость, и пандемия, и даже чулымцы вплоть до каких-то таких эмоциональных, да, споров доходили, что как же правильно здороваться на нашем языке. И получается, что в одной деревне, вот опять же я показала, наверное, снова попытаюсь показать, что здесь Торобаштыр. Ольга вспоминает. Нет, понимаете, вы же говорите тоже правильно, вы говорите так, как слышали, или так, как ваш дядя вот говорит Торобаштыр, кто-то даже Торобаш говорит, но те, кто изучает, те, кто владеет тюркскими языками, сразу слышите, что окончание здесь уже такое тюркское. Далее слово вот Азен, Изен, Азеннер, Изеннер, то есть Изенн, ну здесь написано вот, да, на чулымский манер, это общетюркское слово, означающее здоровое, здоровье. Но суффикс здесь уже множественного числа, то есть как бы вот принималось это, и уже в свою собственную культуру шла интеграция, ну видимо, да, в советское время, что как-то было так принято, как же вот не сказать там здорово, товарищ, да, или еще как-нибудь. Вот, и интересно тоже, что нар, нар вот в этом случае это окончание множественного числа, а торобо, что это вообще даже такая вот форма глаголь, глагольная, причем даже как вот можно сказать совместного действия, то есть ну вроде как вместе там вы или они вместе вот здоровы, да, являетесь здоровыми. Но в любом случае интересно, что и слово здравствуйте в русском языке тоже идет из пожелания здоровья, доброго здоровья, вот. А теперь опять же Ольгу спрошу, помните, мы опять же обсуждали, да, насчет прощания, были ли какие-то коды прощания. Знаете, вот про прощание вот как раз-таки об этом истории умолчивает, как такового я не слышала. Как-то. И когда у нас были занятия, как все-таки стали мы прощаться, вспомните? Это у нас насколько я понимаю, что это прощание, оно было в Пасечном распространено, да, в Красноярском крае. Так, так, так. Ну, я, да, я немного Ольгу смутила, мы стали прощаться вот в тегульдетском, так сказать, варианте чулынского языка, как чакшизн калыш, чакшизн полыш. И перевести это можно как будьте вот с добром или с добром оставайтесь, с добром будьте. и как-то мы уже стали принимать это как такой код на наших занятиях, когда мы прощались. О Пасечном нам говорили, да, Александр Федорович Кандиаков, покойный, как, ну, что-то вроде как до будущего здорового там дня. Можно и так, наверное, перевести. То есть, вот интересно. Так, сейчас у нас в чате уже пошло обсуждение и у нас есть еще, желание реплики от Дениса Михайловича. Так, Маша, сейчас давайте к чату обратимся, а потом дадим слово. Вот, Елена Александровна Крюкова, да, к сожалению, она с нами только письменно сегодня присутствует, она пишет, что в юкагирском языке приветствие тоже звучит как «я пришел», вот о чем говорила Ирина Анатольевна насчет селькубского, да, и в овенкийском тоже в вопросительной и утвердительной форме «ну что, приехали при зрительном контакте?» Вот интересно, что, опять же, приветствие, оно шло, да, только при зрительном контакте. Вот как же люди бы написали друг другу? Ну, это, наверное, уже другая история. И дальше вот сообщение от Степана Калинина по поводу того, что в итальменском традиционная версия тоже буквально значит «куда идешь» или «куда спешишь». Так, ну и что? Артем, сразу скажу, то есть цитратки мы оцифровываем, но, к сожалению, не так быстро, а в плане обработки еще медленнее, но мы над этим работаем. так, и, 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 сейчас мы дадим слово Денису Токмашеву, а потом, я так поняла, и простите, пожалуйста, вы не написали ваше имя, коллега из Центра исследования антропологии, истории и этнографии из Туруханска, да, Новая Мангазея, вы, я так полагаю, хотите, хотите еще нам добавить, простите, не знаю вашего ударения, григорас, григорас. Ну, давайте тогда, Денис Михайлович, дадим слово нашему коллеге с далекого севера, а потом уже вам. Я думаю, вы будете не против. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги, нет, я бы хотел наоборот уступить место, потому что у меня 5% заряда на телефоне, если я сейчас начну говорить, он превратится в ноль, поэтому мне нужно через какое-то время добраться до теплого помещения, и тогда я вернусь к своему вопросу. У нас снова стукнули морозы, правда, наших коллег с севера не удивишь, 20 градусами ниже нуля, да, но при них телефон разряжается быстро. Итак, Григорас, скажите, пожалуйста, как вас правильно называть? Меня правильно, Григорас считаю чуть-чуть. Я один из учредителей в частной коллекции в городе Турканске в Тайвалан. Знаю, кто-то наше знакомое, очень хорошее. Работаю я по малочисленным народам Таймыра и при поляре. Журналисты могут как-то... Я просто... Звук можно погромче. Я говорю насколько могу громко, извините, пожалуйста, микрофон такой. И связь у нас очень плохая, я нахожусь на Таймыре, и мне сложно коммуницироваться как-то. Я хотел просто про приветствие. Разговор шел, и я хотел сказать, что в кетском языке приветствие достаточно интересно тем, что само слово кито, то есть это самоопределенное слово, да, такое, оно подразумевает вопрос к тому человеку, которого встретили, или кто вошел, или кто пришел. Ты кто подразумевается. То есть некий посыл познакомиться с человеком. Ну это буквально три эпика было в кем приветствие. Я в принципе все сказал. Спасибо. Да, большое спасибо. То есть с одной стороны есть какая-то общая тенденция у всех, но при этом у каждого есть свое какое-то такое индивидуальное. То есть где-то вопрос, а где-то утверждение где-то еще как-то актуализируются немного разные, так сказать, речевые или бытовые ситуации. Вот. А у нас еще Сергей Васильевич, так как он рядом здесь со мной, как-то камеру передвинули, подвинемся. Хотел еще сделать пару замечаний по поводу дат. Ну, сами скажете. В общем, можно сделать несколько еще заметок по поводу дополнительных, по поводу хантыйского языка. Приветствую в хантыйском языке. значит, оно звучит как петябла, то есть что-то типа здравствуй, будь. Вот. И часто его сопровождаются для мужчин это петябла, а тя, то есть здравствуй товарищ, а для женщин нина, женщина. Вот. И когда значит при прощании ханты говорят друг другу емулом, ну, это уже можно перевести как до свидания, но дословно оно переводится как хорошего сна. Вот, то есть у них так принято. И еще можно в дополнение сказать, когда вот при общении мы пытались расспрашивать их про речевой текет, как они с друг другом общаются, что они, как они говорят, они сказали, а нам не нужно сильно с друг другом прощаться или приветствовать, потому что мы все живем в одной деревне, все друг друга каждый день видим. вот такой вот у них была психология. Спасибо. Ну, я думаю, Денис, когда дойдет до места с зарядкой, сам скажет, а сейчас, наверное, дадим слово еще раз Артему. Я, понимаете, несколько смущен репликой о том, что не надо прощаться, потому что люди живут в одной деревне, мы тогда вообще должны посмотреть типологически, какую информационную нагрузку несут приветствия и прощания. В принципе, приветствие это, как правило, сигнализирует о том, что ты человека заметил, ты готов к дальнейшей коммуникации, потому что он мог тебя не заметить. А прощание точно так же сигнализирует о том, что ты как бы покидаешь зону коммуникации и надо человеку об этом дать знать. Поэтому, мне кажется, даже если не было каких-то, может быть, ритуализованных формул, да, вот таких клишированных, то все равно как-то люди давали друг другу знать, что я пошел там или как-то там едет. Ну, просто потому, что человек может еще что-то хотел сказать, а ты сейчас как бы уйдешь, развернешься, да, а он, а где же ты? А ты как бы ему просто, по крайней мере, об этом проинформировал, да. Поэтому, мне кажется, все равно в одной деревне живешь, не в одной, в конец деревни пошел, ищи тебя, потом бегай. Вот, поэтому все равно наверняка что-то друг другу говорили, хотя бы вот на таком уровне. В некоторых этносах на той мере принято перед тем, тут сходить, просто переворачивать блюдо, из которого тебя кормили, ну, или тачат, не важно. То есть, переворотом того предмета, из которого ты пищу переменал, то есть, является тем признаком, который является посылом к уходу в портигане чума, там, или ойди, поднимали. Вот, очень интересно, спасибо огромное. Еще Александра Акадина хотела добавить. Я еще вспомнила из Хандыцкого, вот Сережа говорил, там, задействован глагол «вылай, живи», «емых вылай», тоже говорят при прощении, «хорошо, живи». Но это тоже, скорее всего, из русского заимствованного, когда стали общаться, прощаться, коммуницировать и так далее. Вот, «емых вылай, хорошей жизни, хорошо живи». Вообще интересно, если можно я тут вклинюсь. Вот, знаете, ну, опять же, мы берем наши тома полевых исследователей наших предшественников, да, то есть, мы сами приезжаем туда к нашим уважаемым, любимым информантам или они к нам. И вот мы работаем, 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 и, знаете, вот такое ощущение, что мы не входим в эту ситуацию прощания, да, когда мы занимаемся полевой работой. Скорее всего, какие-то маркеры, может быть, и были, вот о чем Артем тоже сказал. Но иногда вне ситуации смоделировать, особенно вывести информанта на вот эти какие-то абстракции, не всегда представляется возможным и успешным. и, конечно же, все вот эти ритуалы в плане, ну, как ритуалы, может быть, такое не очень удачное слово, ну, в плане вот посуды или еще чего-либо, да, вот, то есть, это все сложно поймать. Но где-то вот такие крупицы, почему мы задались этой темой все-таки, как же это на территории Сибири, севера и даже вот далее представлено. Так, Елена Александровна Крюкова у нас пишет о знаке готовности к коммуникации, что рай и двор метешь, по сути, констатация факта. Ну, действительно, да, то есть, когда ты живешь в этой ситуации, ты вот прям в ней находишься, это не совсем то же самое, когда ты пытаешься ее смоделировать и зафиксировать. Степан Калинин, у вас вроде бы есть какое-то дополнение или вопрос, пожалуйста. Добрый день, я не знаю, насколько это интересно будет, поскольку это все-таки далековато от Сибири, то, чем я занимаюсь, но тот, и что касается там креольских языков и прочего вот этого тела, оно, как таковое, в Сибири не распространено, но там тоже есть свою форму, конечно, прощения, я этим специально не занимался, но там тоже есть, вот я, например, сейчас случайно взял два, креолы, это вот, токпесин и папиамин, токпесин это Новая Гвинея, англокреол, то есть на основе английского языка появившийся по клименту, это примерно, скажем так, в район Карибов, у побережья Южной, у побережья Южной Америки, вот, может быть, слышали вот эти, киросао, там, ну, коктейль такой еще есть, да, киросао, там, ароба, вот эти вот острова, в токпесине, там, в принципе, все довольно понятно, там, good night, да, это понятно, откуда взято, добрый вечер, goodbye, тоже понятно, откуда взято, thank you, тоже понятно, откуда взялось, you alright, you alright, а, это как твои дела, вот это вот alright, тоже у них там встречается, через раз, это тоже очевидно, откуда пошло английское, да, эта частица, она еще, как бывают, выступает, как маркет, начало какого-то, рассказывали, повествование, там, alright, me like, story long, что-нибудь, ну, вот, я там, хочу рассказать историю, там, о чем-нибудь, о ком-нибудь, ну, по перемену, это уже другой креолот, он, в основном, сформировался, наибираманской основе, это испанский, португальский, там еще, правда, есть и был, сильный нидерландский суперстрат, поэтому, там, следующая ситуация, вот, добрый день, это бон ди, да, это понятно, откуда, добрый вечер, бон ночи, добрый день, после обеда, это бон тарди, добро пожаловать, бон бени, да, это тоже понятно, откуда все взялось, а вот, спасибо, благодарю тебя, это вот, как ни странно, данки, да, от голландского, от нидерландского, данки, вот такая есть формула, спасибо большое, спасибо большое, вот, что касается именно сибирских, какие там, пиджинов, там, если взять, допустим, тот же русский, китайский, я каких-то специальных формул, там не нашел, приветствия, прощения, не знаю, может быть, плохо и плохо искал, только в одном источнике встретил, что-то вроде, зателяствуйте, что-то вроде этого, ну, это в одном источнике, это понятно, что такое русское, здравствуйте, да, там, как правило, так же, как и в руссенорске, кстати, формула, начало контакта, это какой-то вопрос, вроде там, твой офиск копит, рыбу ты купишь, это уже руссенорск, там, или какой-нибудь вопрос в духе, что делаешь, что продаешь, и так далее, и тому подобное, огурца стоит по чем, например, или ее деньги, мы ее, то есть у тебя деньги есть, и все в таком духе, но я не знаю, насколько это, конечно, в контексте сибирских языков уместно, это все-таки, и все-таки немножко другая сказка, что касается креольских языков, ну, может быть, где-то что-то, какие-то параллели найдется. Очень интересно, спасибо огромное, за такой многосторонний, многогранный комментарий, вот у нас... Извините, я хочу еще одну, тоже репту такую ставить, да, конечно, дело в том, что мой опыт показывает, что чтобы изучить вот эти все традиции, приветствия, какие-то застольные традиции, ну, нужно, я просто в прошлом, позапрошлом году был практически по 3-4 месяца в экспедиции по деревням, по Енисейским, по всем, да, и понял одну вещь, что все эти традиции, понятия, и чтобы они вышли внаружи, надо среди них жить, то есть среди малочисленных, то есть когда ты впитываешь себя, то есть ты в этой среде живешь, ты находишься, и ты понимаешь, что к чему, то есть можно как-то уже собирать какое-то понимание, происходящее. Спасибо. Да, спасибо большое за замечания, за комментарии. У нас еще аспирант нашей кафедры Екатерина Гальперина вот интересное написала в чате, но я все-таки попрошу ее это озвучить самой, потому что, да, лучше от первоисточника услышать, вот ее тоже опыт семейный, так сказать. Здравствуйте, да, я написала, что мой дедушка из Нарыма, но он не коренной житель, он был туда сослан, и всю свою жизнь, в принципе, со своего детства он прожил в Нарыме, вот, и там и работал, и мне, ну, как я уже написала, с детства я, все детство я там проводила, все каникулы, и было достаточно интересно наблюдать, когда человек заходит, а действительно проходили без стука, и, ну, там вот есть крыльцо, потом есть семки, и потом уже заходили непосредственно в дом, то есть это вот все, ну, как бы получается, там две-три двери, они просто проходили люди, и потом, зайдя в дом, ну, бывало, ну, то есть не бывало, а без стука люди заходили, и, например, я там могла выбежать из комнаты, увидеть, что стоит человек, и они обращались к деду, что ты дома, и мне казалось, ну, это же очевидно, весь человек пришел, видит человека, к которому он обращается, и спрашивает, ты дома, и, ну, дед отвечал, ну, дома, и дальше уже дедушка приглашал на кухню попить чай, это было всегда у деда, как правило, я думала, что это, ну, просто правило, что это дед хлебосольный такой, оказывается, это традиция, да, это, ну, обычай такой, вот, и потом уже шел разговор, ну, естественно, так как я была достаточно маленькая, и уши греть было не положено, то, ну, я уходила либо гулять, либо еще что-то, но вот такое вот было, вот, вот, и да, действительно, я помню, что еще когда я была маленькая, двери в Нарыме не закрывали в дом, могли поставить метелку, либо если была вот, вот эта щеколка, она даже не щеколка, а куда вешается вот навесной замок, просто ее могли вот так вот прикрыть, и все, это означало, что человек нет дома, ну, и все знали, что, например, его можно где-то найти в деревне, или как-то еще, но действительно дома не запирались, и даже очень часто калитки, они, ну, там вот есть такая вертушка, да, которая то ли держит калитку, то ли не держит, то есть на территорию зайти всегда можно было, но было понятно, что человек либо дома, либо нет, вот, ну, это из моего детства, из моего семейного опыта, спасибо. Большое спасибо, Екатерина, да, сама Екатерина у нас, это такой образец большого диалога культур, но об этом, наверное, в другой раз, в принципе, насчет запирания дверей, ну, не знаю, наверное, это было везде, что не просто, да, если кого-то, ну, если кто-то дома, то дверь просто открыта, заходи, и так далее, а если просто дома нет, то ставили там палочку, как-то прислоняли, и, скорее всего, это было вот, ну, практически в Сибири, там, на севере везде, что дома нет, и как вот даже в наших этих текстах, прямо вот в этом томе, который я вам уже показала, есть небольшой текст, да, что не было у нас замков, не было у нас воров, о чем уже тоже сказали, да, что ставили палочку, когда уходили, вот, а Денис Михайлович, будете дополнять, хотели ранее? Да, 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 здравствуйте, коллеги, да, я хотел не то, что дополнить, я хотел пригласить к диалогу одного из наших гостей, Тамары Николаевны Якучаковой, которая у нас тут присутствует, знаток и популяризатор телевудского языка и культуры, если она может сказать несколько слов о телевудском речевом этикете, то, я думаю, мы были бы рады послушать. Дело в том, что у телевудов, в отличие от, к сожалению, чулымцев, селькупов и лихантов, речевой этикет, это еще не совсем, так скажем, музейная вещь, о которой можно прочитать только в желтых, старых слипшихся книжках и полевых записях, то есть он реально существует, благопожелания, формулы прощания, приветствия, благодарности, они есть, поскольку язык, слава богу, еще худо-бедно живет, его можно услышать в повседневном общении, поэтому я, к сожалению, ей немножко поздно сообщил о нашем мероприятии и не думаю, что она может там какую-то развернутую лекцию нам прочитать, но примеры какие-то привести, Тамара Николаевна, вы не могли бы привести примеры телевудского речевого этикета, вообще рассказать о традициях приветствия, прощания и благодарности, потому что я, к сожалению, знаю только вот то, что, в принципе, знает любой человек, даже не владеющий языком, это формула приветствия, которая была у нас на начальном слайде. Эзен, здравствуй, Эзендер, здравствуйте, да, ну и обращение к человеку, там, друг, брат, или по имени, а вот как обстоят дела с благодарностью и прощанием? Вот, Денис Михайлович, алло, мы вас слышим? Да, 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 мы вас слышим, да, конечно. Ну, я, конечно, не готова к выступлению, правильно? А это у нас не выступление, а скорее, да, такая беседа. Вот я тоже из своего детства помню, когда человек вот заходил, и всегда спрашивали, вот, вот, это вот, вот, таким образом, приветствовали взрослые, старшие люди, друг друга. Ну, а сейчас, сейчас мы учим детей, чтобы они здоровались. Эзендер, недавно внучке день рождения было, приехали ее одноклассницы из города, русские дети. Говорю, мы сейчас пойдем в музей, и давайте сотрудник музея наш, он Телеут, ему будет очень приятно, если мы будем здороваться и прощаться по-телеутски. Девочки добросовестно это выучили, и прям приятно было Владимиру Чучелухоеву, как с ними девочки здоровались и прощались. Еще хочу сказать, вот, насчет благопожеланий. Благопожелания есть. И на это благопожелание всегда был ответ. То есть, вот, да будет так, ну, примерно вот такой вот перевод. А вот слово спасибо, допустим, человек вот покушал, да, вот у нас спасибо, как-то вот после, говорим только спасибо по-русски, а по-телеутски этого слова нет. Я так это думаю еще и потому, что наш народ, ведь он был, в общем-то, строгих правил. Может быть, поэтому очень строгое воспитание вот было, и вот до этих кетных слов им как-то не до этого было. Может быть, поэтому. Тамара Николаевна, а как же вот выражение алк-штабтям, или оно не как спасибо используется в других контекстах? Нет, нет, нет. Алк-штабтям, это я благословляю вас. Или хочу вам благопожелание сказать, допустим, о свадьбе. Вот я выступаю, да, и говорю, я вас благословляю, да, и хочу вам сказать благопожелание. А вот ответ на благопожелание, алк-штабтям, вот всегда нас взрослые учили, старшие люди, всегда отвечать на вот такие благопожелания, и сейчас мы переписываемся, и когда я кого-то поздравляю с днем рождения, с какими-то праздниками, всегда мне отвечают, алк-штабтям, типа, да, пусть будет так. Или спасибо за твое благословение. Вот так. Спасибо. Тамара Николаевна, а можете привести пример, только еще с переводом на русский, свадьбного благопожелания, которое вот про скотину, про детей, они же очень интересные у нашего народа? Ой, ну, это, знаете, это мне искать надо, а так я прям не скажу. Я вот тогда сейчас скажу, а вы переведете на русский. Я тут книжки, телевудский фольклор нашел один, который записал Дмитрий Анатольевич Функ еще в 90-е годы. Значит, на свадьбе говорят так. Живите до тех пор, пока волосы у вас не поседеют, зубы не пожелтеют. Это пола опасно. А, чтобы впереди вас, типа, на подол наступали вас дети, а сзади, чтобы за вами была, ну, подворья скотина. Малдар басы, да? Да, да, да. Передний подол пусть, пусть топчут ваши дети, а задний подол пусть топчет, пусть топчет ваш скот, да. Да, да. Да, вот такие вот интересные. Их много, на самом деле, да, если вспомнить, типа, собирать, их очень много. Спасибо большое, Тамара Николаевна. Не за что. За выступление, да. Спасибо большое, Денису Михайловичу и Тамаре Николаевне. Нас Артем еще хотел добавить, наверное, по поводу того, что было сказано. Да, именно так. Я сталкивался, опять-таки, в Чувашии, когда людям говоришь спасибо, они как-то так говорят, ага, вот, и меня этот вопрос заинтересовал, значит, ну, вообще во многих культурах есть, ну, как по-русски мы ответим, спасибо, пожалуйста, да, или на здоровье еще. Вот, но во многих культурах, это как бы, ну, для спасибо еще слово может быть есть, а вот ответ на благодарность, тут уже сложнее. Вот, и, значит, и потом я начал это все раскапывать, оказывается, на Поволжье в целом, это не только у чувашского языка, а у башкирского языка, то же самое, у коми, у них не было вот такой фиксированной какой-то реплики, ответа на благодарность. Детям могли сказать расти большой, но как бы взрослому человеку сказать, ну, он говорит спасибо, а ему сказать расти большой, как-то уже не очень как бы это. Вот, поэтому такая интересная лакуна, она как бы есть, ну, ее, например, в удмуртском языке так и заполнили русским словом «пожалуйста», то есть, как бы там, говорят «тау» по-удмуртски, говорят «пожалуйста», потому что своего исконного нет. Но это как раз очень хороший пример того, как вот эта межязыковая лакунарность себя может проявлять в таких нетривиальных контекстах. Вот очень интересное, интересное дополнение, а мы вот еще покажем вам другую тетрадку, селькубскую, 70-го года, и вот смотрите, что здесь интересно, как бы ее так показать. Так, спасибо, приду непременно, вот спасибо написано по-русски, да, приду непременно. А далее, буквально на следующей странице есть вот такое, не знаю, сейчас видно, нет, «садитесь, пожалуйста». То есть, конечно, это не совсем то же самое «пожалуйста», о котором сказали вот только что вы, но, в принципе, если, конечно, еще поискать, Сергей Васильевич, это вежливая форма, это вежливая форма, ну, как бы, «пожалуйста», это тоже же вежливая форма ответа, да, на спасибо, на какое-то благо пожелание. То есть, об этом это тоже целая история, и, опять же, когда мы проходили онлайн занятия по чулымскому языку, вот пытались всячески от информантов как-то вот стрясти, чтобы они что-то нам придумали для речевой коммуникации, потому что, ну, как вот, не знаю, там, Сергей Анатольевич, отвечайте, да, надо же как-то поблагодарить, но кроме как, «лух, спасибо» через «а», то есть, вот, большое спасибо, ничего мы как бы добиться не смогли. Здесь, конечно, уже идет какое-то вот заимствование культурного кода, там, не знаю, речевой ситуации, современных реалий, глобализации и так далее. Вот, и, и вот сейчас у Сергея Васильевича есть дополнение немного о другой, такой небольшой, да, под теме, тоже по поводу разных языков и культур. Да, хотелось бы дать еще комментарий на несколько, по некоторым моментам, это вот по селькубскому, что в селькубском языке, в некоторых диалектах есть специальная такая форма, там есть два императива, есть императив категоричный и некатегоричный, да, вот, при вежливой просьбе, некатегоричном изъявлении используют вежливую форму. Вот. И потом еще хочу сказать про один такой важный момент, то, что в большинстве, ну, во всех странах, у всех народов, естественно, есть свои традиции коммуникации, да, вот, но, наверное, в большинстве все-таки культур, вот именно приветствия и прощания, они как таковые отсутствуют и могут заменяться какими-то другими специальными кодами. Вот. Я хотел бы рассказать про такой код, как молчание. Все-таки у многих народов, особенно вот у северных, у них это принято. То есть, вот, допустим, в русской традиции принято приветствие, потом поддержание определенного диалога и, естественно, такое же его окончание, да, чтобы везде был смысл. Вот. Вот, у многих сибирских народов молчание является таким же очень значимым элементом, вот именно речевого общения. И иногда, когда вот первые путешественники приезжали, они иногда сталкивались с тем, что вот, я хочу вам сейчас рассказать две истории про ненцев, когда ненцы молчали в определенные моменты, а русские их не понимали, почему они молчат, и это как бы воспринималось не так. Ну, первое, это заметка Шрэнка, одного из путешественников, который ездил к ненцам. Он так описывает свой первый визит в Ненинский чум. Он говорит, это было в 1837 году, женщины занимались рукоделием, и первое моё знакомство с этим племенем не имело ничего такого, чтобы могло произвести на меня приятные впечатления. При нашем входе в шалаш они едва поднимали глаза от своей работы, как бы не удостаивая нас взгляда. Тем менее была речь о каком-либо беглом приветствии при встрече или прощании. О нашем присутствии нисколько не заботились, тем не менее, тем менее внимания обращали на любопытство, с каким мы рассматривали их самих, со всем их домочадством. И далее. Мы, будучи хорошо приняты гостеприимными хозяином палатки, приспокойно расположились у пылающего огня, только не доставало мне весельчаков русских, потому что вот они, хотя и говорили все по-русски, но не прерывали скучного для меня молчания. То есть у них это было принято. И второе, также про немцев, уже записанное Синицыным в 1960 году, он приводит такой случай. В доме, где он жил, погас свет и стало невозможно работать. Увидев свет в окне соседнего дома, путешественник решил зайти туда. Хозяева не удивились и ничего не спросили. Синицын час просидел со своими заметками и ушел. Также при полном молчании хозяев. Он же с удивлением отмечает, что ненцы заходят в гости и садятся к столу молча. Ни вопросов, ни приглашений со стороны хозяев нет. Гостью молча наливают чай, по пипу он встает и уходит без благодарности и извинений. Однажды пришлось ночевать у незнакомых ненцев, пишет Дарья Синицын. Хозяйка без просьб выслушала и починила нашу одежду и обувь, накормила, все молча. Словно мы старые друзья семьи. И эти действия не нуждаются в оплате. Когда наутро мы собирались в путь, он протянул деньги женщине, ни на что она взглянула, так удивленно, не понимающий и укоризненно, что он поспешил спрятать свои деньги назад. И вот именно молчание также занимало большое, очень, имело большое значение в коммуникации вот именно с многих северных народов. Я хочу всем прочитать замечательную статью, кто, кому это будет интересно, Христофоровой, которая называется «Интерпретация молчания и речевой этикет народов Севера в заметках путешественников по данным фольклором». Вот так вот она называется, эта статья. Если будет на виду, да, всем рекомендую почитать. Очень интересно, очень полезно. Многое можете подчеркнуть оттуда. Спасибо большое. Спасибо большое Сергею Васильевичу. У нас вот, ой, извините, тут немножко, да. Которая, по сути, присутствует буквально по умолчанию, она вполне характерна для традиционной культуры, где это, само собой, разумеющееся и, в общем, может быть, даже и не нуждается в некой вербальной вербальном сопровождении. да, то есть, собственно, в некоторых местах это все еще остается вполне повседневной практикой. Запись, ну, да, прежде чем вот нас, так как я и Сергей, мы писали свои кандидатские диссертации под руководством Андрея Юрьевича Фильченко, за что ему благодарны, и в свои экспедиции мы ездили тоже с его напутствием. Я помню, как много говорили как раз-таки о том, как себя вести, как говорить, а особенно о том, что много говорить, а на какие-то темы, говорить среди наших народов не стоит. Вот, то есть, действительно, мы приезжаем к представителям другой культуры, может быть, не такой многочисленной, и вести себя, и особенно следить за своим речевым поведением стоит очень-очень сильно. Все отличается, тут буквально получается, ты из города приезжаешь в деревню, общаясь на том же самом языке, да, а если едешь еще и в деревню с другим, с другой культурой, то надо быть вдвойне осторожным. Вот, так, мы хотели, я уже, я уже потерялась, особенно, что мы сами себя выключили, ну, я случайно, хотели еще, по-моему, сделать, да, дополнение. Не помню, или давайте спросим так, уважаемые коллеги, есть ли еще возможно дополнение у вас? Я помню, что я хотела о чем-то сказать, извините. Да, я хотела сказать о молчании, вот, прошу прощения, вспомнила. Опять же, из наших онлайн занятий интересный такой опыт, мы тоже имели честь наблюдать, то, что некоторые не носители языка, или такие полуносители языка, которые владеют языком, но уже не так, может быть, в полной мере, а были те, кто вообще не говорил, но что-то по крупицам могли вспомнить. И вспоминали какие-то речевые моменты, там, из общения с бабушками, дедушками, и даже вот какие-то воспроизводили, воспроизводили целые фразы или предложения, не всегда помня или вычленяя из них, так сказать, смысл и значение. То есть, вот кто-то спросил, а что же будет там одункель, акель, или там, что, то есть, человек запомнил эту фразу, запомнил саму ситуацию, но как бы уже делает вывод, вроде бы там что-то связано с командой, действием, это значит, принеси дрова, там, дедушка говорил. А другой наш, причем он владеет языком, носитель, да, языка и культуры чулымцев, вот спросил однажды, а что же означает, айглабэгл, майглабэгл, тюрабол. Он это слышал от своей бабушки очень часто. Ну, когда вот мы покопались немножко в архивах, поняли, что это, ну, просто такое увещевание от старшего человека, что не балуйся, там, не шали, и тюрабол, молчи, будь молчаливым, будь тихим. То есть, вот это хотела я сделать дополнение по поводу того, что и Денис Михайлович нам в чате сейчас пишет о молчании, надо молчать. То есть, действительно, молчание в культурах народа в Сибири, это тоже то, что мы еще как бы не сильно, да, рассматривали, но, возможно, здесь тоже употребление или поведение, оно будет отличаться от нашего общепринятого, что ли, в титульной, так сказать, нации. Вот. Да, наполнение. Да, можно даже, наверное, сказать, что у них, вот, есть такая ненецкая пословица, как раз таки, палка бьет по телу, слово прямо в сердце метит. То есть, молчание, это тоже такой вот определенный вид, да, можно сказать, коммуникации, просто нужно, как говорится, уметь молчать. То есть, у нас, если идет в русской культуре молчание, это что-то неловкое, да, между двумя собеседниками, то у них это воспринимается абсолютно, ну, у многих культур, на вот Энецкая, Ненецкая, Англосанская, Север, вот наш Сибирь, это воспринимается нормально. Ну, да, еще хотелось бы, может быть, добавить, вот, говорили, сегодня высказывались о том, что многие не запирали двери раньше, когда, ну, вот именно в деревнях, и что не боялись, что к ним кто-то зайдет. В общем, можно, недавно далось прочитать записки миссионеров 19 века, которые путешествовали по Томской губернии, они говорили, что, в отличие от русских, многие аборигены, они, скажем так, не развращены до такой степени, то есть, они не обманывают. Те, кто не пил водку, ведут себя очень спокойно, всегда очень честные и очень простые. Они не закрывают двери, и от них не стоит ожидать какого-либо, вот именно, подвоха постоянного, да, но на тех, кто, на кого влияет русская культура, те, кто начинает пить, те, кто начинает, вот именно, получать образование, вот они уже начинают меняться. Поэтому многие коренные, в частности, вот, это можно было услышать от Селькупов и от Хантов, они, вот, возражали против принудительной их русификации, так скажем, кавычках русификации. Спасибо. Да нет, Валерия Михайловна, это же хоть. Коллеги, может быть, еще какие-либо вопросы или дополнения, вот вроде как, у Дениса Михайловича какое-то предложение есть. Пожалуйста. Секундочку. Да. Вообще русификация, ну, по крайней мере, для меня и для тех людей, с которыми я работаю, достаточно, сейчас очень обширная проблема и очень интересная в том плане, что целое, можно целое исследование сделать, что работа с пятью этносами практически на таймыре, то есть, это Ганасане, Энце, то есть, и вот селькупы, ну, селькупы, к сожалению, к нашему сожалению, в меньшем мире, в большинстве, это кито, кеты, вот, практически все малые народности, они говорят о том, что было за все где-то принудительное изучение русского языка, ну, понятно, каков-то национального, но, к сожалению, при этом был очень большой запрет по дофизических наказаний, чтобы не было общения именно национальных языках, и вот это, я думаю, очень такой большой фактор, который сыграл очень большую весть в том, что негативную весть, в том, что языки похерены, скажем так, мы сейчас очень сильно боремся, чтобы хотя бы остатки сохранить этого языка, но, к сожалению, боимся, что это носитель остался такой к стеретью, да, извините. Да, ну, конечно же, это очень такая непростая и даже отчасти больная тема по поводу сохранности языков, что сейчас мы имеем то, что имеем в том числе и потому, что в определенное время, да, стремились, можно сказать, к этому, ну, мы, наши предки, наши власти и так далее, вот, конечно же, давайте, может быть, не будем фокусироваться сейчас на грустном, все-таки вспомним, потому что у нас и были дискуссии, еще будут неоднократно дискуссии, да, на эту тему, вот, не знаю, участвуете ли вы в дискуссионно-аналитическом клубе по языковой политике при Институте языкознания Российской Академии Наук раз в месяц обязательно проходит заседание, и вот, конечно же, говорят о сохранности языков, потому что институт сейчас составляет перечень языков и мониторит их сохранность, вот, конечно же, эти все вопросы надо обсуждать, ну, на общероссийском уровне прежде всего, и, конечно же, спасибо большое руководству Института частное мнение, моё частное впечатление, да, я понимаю, все эти документы, всё это нормально, читал, всё, но в нашем случае, по крайней мере, в нашем случае, пока все эти методики, пока все эти разработки дойдут до туда, докуда нам надо, то есть, если взять расчёт, что в Каруханске у нас практически нет интернета, практически нет мобильной связи, и все, и этнос раздрознен, где-то по 300-200 км между поселениями такими-то, то есть, нам нужно сейчас работать начинать, и на сейчас некогда у нас, тем более, сезонная работа только в навигацию, мы не можем работать совершенно. Это, извините, реплика такая, потому что для нас, допустим, хотя бы сохранность сезонной языка это очень большая проблема. Очень-очень. Да. Мы просто столкнулись ещё, опять же, в нашем опыте, с тем, что, в отличие, опять же, может быть, кому-то уже надоем этой темой, в отличие от некоторых наших сопредельных регионов, вот в Томской области совершенно нет работающего закона о языках, то есть, в принципе, нет закона о коренных языках, и, соответственно, нет никаких механизмов реализации, поддержки, в принципе, любых языков, кроме русского. то есть, конечно же, есть ещё и иностранные языки, ну, Минпросвещение, мы педагогический университет туда относимся, но то есть здесь, если где-то там вот говорят о проблеме языков, их сохранности, там, преподавания, то у нас, в принципе, согласно закону Томской области, как будто бы никаких языков и нет. То есть, да, есть там закон об автономиях и так далее, но вот мы так и не поняли, или как всё-таки поддерживаться. Я думаю, что здесь, опять же, вот Чулымцы с этим столкнулись, просто язык, он вроде бы и есть, но формально, официально его нет. И, соответственно, что поддерживать, если оно вообще не существует. И вот единственное, ну, для мелких таких языков, опять же, подаём заявку на грант или ещё куда-то, говорят, ну, мне понравилась, да, такая очень хорошая реплика одного из экспертов, кто не поддержал мою заявку на грант, научный грант по созданию корпуса Чулымского языка. То есть, там при заявке на грант Российского научного фонда обязательно выбрать там приоритетность или как проекта. Ну, и кроме как то, что мой небольшой грантик там нацелен на сохранность, на поддержание безопасности Российской Федерации, я ничего другого для себя не увидела. И эксперт мне пишет, Чулымцев там всего 200 там или 400 человек, и в масштабе Российской Федерации угрозы для безопасности России, их народа вообще нет. Соответственно, вот ваш пункт, ваш пункт неправильный. Грант мы вам не дадим в том числе и поэтому. То есть, инициативы, они все, да, слабо поддерживаются, но с другой стороны, если идти по линии там Минкультуры, сейчас есть проекты президентских грантов, фонд культурных инициатив, но, конечно же, очень часто на сам, на саму поддержку языка средства не выделяют. То есть, здесь как-то нужно иметь определенную гибкость языка культуры. И вот, когда мы преподавали, да, эти занятия онлайн, это был небольшой проект, который начали именно как возрождение культуры, а язык был частью этого проекта. Ну вот, не знаю, что-то подобное. То есть, сейчас уже закончился прием заявок на президентские гранты, да, сейчас идет там фонд культурных инициатив, или я уже путаю, они как-то четыре раза в год сейчас вот попеременно, раз там в три месяца эти два фонда принимают заявки. И, по крайней мере, для Томской области, вот для, конкретно, ну не буду говорить за, так как все-таки вот Ирина Анатольевна Коробейникова, ее соратники и другие организации Томской области, вот Селькупов, они проводят занятия по своему языку, пытаются тоже и составляют публикации, делают и так далее. То есть, ну я про конкретно чудовицев говорю. То есть, кроме как, вот какие-то такие проекты небольшие, но связанные с культурой, пока что у нас, видимо, сохранность языка, ну просто по-другому не будет поддерживаться. Вот мы, мы в своем, в своем варианте, допустим, на Таймыре, я тоже обратил внимание, что, я извините, я если время занимаю, я могу это, просто у нас очень хороший на Таймыре грандодатель, да, то есть, норийский нитик, да, то есть, когда есть большая спонсорская программа, в том смысле, есть заинтересованные люди, местных, скажем так, властных культурах, то, конечно, на Таймыре у нас сейчас даже в руки идут на национальных языках, когда-то радио здесь было на национальных языках, я практически с 81-го года на Таймыре, но, к сожалению, да, есть такая проблема, понимание найти очень сложно, очень сложно. Да, спасибо, что затронули эту тему, это на самом деле, да, крайне актуальная тема, вот, будет сохранность языка, будет и сохранность речевого этикета, да, в языке, конечно же. Коллеги, есть ли, может быть, еще дополнение у нас? И, все-таки, Денис Михайлович, вы написали про предложение в чате, может быть, готовы высказать. Меня слышно, да? Сейчас слышно, но не так хорошо, как раньше. Я просто жду своей очереди, чтобы взять слово. Да, пожалуйста. Так, ну, я так понимаю, наше сегодняшнее круглослово подходит к концу, поэтому я хотел бы его завершить, используя один из коммуникативных стратегий, одну из стратегий, о которой мы сегодня неоднагородно говорили, в частности, Сергей Васильевич. Это всем дружно отключить микрофон и помолчать в течение хотя бы 30 секунд. Знаете, когда общаются, в диалоге общаются двое, там, в полилоге общаются 3, 4, 5 человек, но нас тут 18, мы не можем говорить все друг с другом одновременно, а когда мы просто посидим и помолчим, мы услышим каждого из присутствующих, и в том числе самого себя, поэтому предлагаю завершить нашу встречу вот таким вот способом. Я включаю секундомер и отключаю свой микрофон. Ну, хорошо, время пошло, 30 секунд. честно говоря, даже прекращать не хочется, но я думаю, мы все ощутили, что в молчании есть нечто большее, чем просто отсутствие голоса. Да, большое спасибо. На самом деле, время летит, время летит очень быстро, и я думаю, те темы, которые мы сегодня затронули, мы бы могли еще больше говорить, и тем более у каждого из нас есть примеры из тех культур, с которыми мы сталкиваемся, которые мы изучаем, тех культур, носителями которых мы являемся, тех культур, в которых мы живем, тех культур, с которыми мы где-либо в поездках сталкивались. Вот, поэтому тема на самом деле огромная. Насколько безграничная, конечно, не готова сказать. Так, и хотела бы сказать, что, во-первых, мы регулярно проводим разного рода мероприятия, и вот 21 февраля, знаете, что будет День родного языка, международный, да, далее мы вступили в десятилетие языков коренных народов, которое было объявлено ЮНЕСКО, объявлено ООН, то есть сейчас к этой теме, конечно же, такое прям пристальное внимание, и мы всячески, вот, и как коллектив, связанный с кафедрой языков народов Сибири, в Томском педагогическом университете, так и вот, безусловно, наши любимые, дорогие информанты, представители народов Сибири, Севера, которые сегодня вот тоже представлены, большое спасибо, что подключились, то есть мы всячески будем под эгидой внимания, которое нам оказала ООН, проводить наши мероприятия, инициативы, проекты, и надеемся, что внимание все-таки оно будет нам оказано в большей мере, и я думаю, что это относится не только к Томскому педагогическому, но и абсолютно вот ко всем, кто сегодня собрался. И предлагаю еще раз, наверное, я сложно, но опять же, наша кафедра имеет страницы в соцсетях, вот в Фейсбуке мы представлены, у нас есть Инстаграм нашего института, Томский государственный педагогический Университет Института иностранных языков международного сотрудничества, есть и Инстаграм кафедры, правда, мы его не сильно активно поддерживаем, но по крайней мере мы можем с вами быть на связи, вот еще раз выше, наверное, у вас сохранилось, у меня уже все исчезло, дам сайт, не сайт, извините, адрес нашей кафедры, вот, если вы нам напишите, то мы будем вас также оповещать о наших каких-либо мероприятиях, то есть у нас есть YouTube канал и с 21 по 26 февраля мы планируем там серию таких онлайн публикаций, связанных с деятельностью нашей кафедры, с историей, в принципе, изысканий языков и культур, ну, связанных с языками и культурами народа в Сибири, которые были начаты Андреем Петровичем Дульзоном, это такая большая личность, которая, несмотря на все жизненные трудности, а трудности у него были, не дай бог, никому, когда он оказался, да, сослан с Поволжья и без практически средств к существованию, без каких-либо, ну, буквально даже одежды или предметов быта, ну, не говоря уже о его прекрасной библиотеке и так далее, когда он оказался среди Сибири и не унывал, продолжил свои изыскания, уже именно начав здесь школу полевых исследований языков, культур народа в Сибири. Также он занимался археологией, то есть вот такой симбиоз языкознания, истории, этнографии, археологии здесь вот у нас всегда развивался. То есть мы хотели бы представить, мы очень надеемся, что мы осилим небольшим нашим коллективом и экскурсии, ну, то есть видео, такую экскурсию, видео публикацию на эту тему. Ну, и 26 февраля у нас состоится также самое празднование Дня родного языка онлайн. Мы тоже будем встречаться в Zoom. Вот, прошу писать на адрес кафедры, если вам нужна будет информация, так мы, конечно, также будем оповещать. Вот, интересно, конечно, опять же, каким образом каждый из вас подключился, откуда, да, пришла информация. Вот, но очень надеемся, что будем вас видеть. На сайте нашего института вообще была, ну, или появится точно на сайте педагогического университета Института иностранных языков и международного сотрудничества будет обязательно программа этих мероприятий. Ну, и далее в этом году мы также планируем, надеемся, что сможем организовать в конце марта конференцию памяти наших учителей, наших, они сами являлись учениками школы Дульзона, некоторые непосредственно Дульзона, это профессор Ольга Андреевна Осипова, к слову, мама Александра Аркадьевна Ким, и профессор Валентина Викторовна Беконе, в этом году вот исполняется 95 лет со дня рождения Ольги Андреевны и 75 лет со дня рождения Валентины Викторовны тоже наши учителя. Мы очень хотим создать такое научное мероприятие в конце марта, то есть обязательно тоже всех оповестим и надеемся, что там уже сможем с вами в формате более научной дискуссии, но тоже общаться и встречаться. Вот, большое спасибо всем, если есть, может быть, еще какие-то комментарии или дополнения сейчас можно написать или высказать. Если, в принципе, нет, то мы на связи, и если у вас будут какие-либо мероприятия, связанные с языками, культурами народов Сибири, Севера, миноритарными языками, хотя, опять же, да, уже была дискуссия, что не самый лучший термин, там малые языки, миноритарные языки, коренные языки, этнические языки народов, да, Российской Федерации и не только, то, пожалуйста, оповещайте нас, мы всячески тоже будем принимать участие. Так, Артем, хотели добавить? Да, ну, раз уж зашел разговор о том, что будет, наш отдел Института языкознания планирует на конец марта такую школу, я даже не знаю, лингвиста-активиста, да, наверное, так ее назвать, то есть, мы все-таки хотели бы не только работать с языками теоретически, но и практически тоже, вот в этом направлении, к сожалению, сейчас не так много всего делается, и поэтому документация важна, но важно также уметь и какие-то практические вещи делать, мы поэтому хотим на школе обсуждать, например, то, как можно ЭЛАН, в общем-то, академическую программу, использовать, например, для создания субтитров к видео, да, или как можно, например, снимать видео, которое можно использовать не только с целью документации, но и, например, где-нибудь, в каком-нибудь блоге на YouTube, и так далее, то есть, какие-то такие вещи, которые, в принципе, не сугубо теоретически, а могли бы помочь и в вопросах ревитализации, в том числе, пока более точной информации нет, но мы сейчас готовимся, это конец марта, и, конечно, когда будет больше информации, мы сообщим. Артем, приезжайте к нам, мы вас встретим. Я вас отвезу туда, куда надо, на практике. Поверьте мне. Так, Сергей Васильевич, можем приняться контактами, я с удовольствием, реально, если вас интересно будет, мы работаем с многими, с многими из Москвы, с Академией на Ург, я приезжаю к нам, есть где попрактиковаться и собрать материал, то есть, его, как и, сконфигурируют. Приезжайте, всех с удовольствием, в том числе и там-тям, приезжайте, ребята, будут возможности, приезжайте. Но у нас, к сожалению, только сезонно, в навигации. В Анисейе, только, увы, расстояние длинное, но не откажем никому, поработаем со всеми с удовольствием, честное слово. Спасибо большое. Это, конечно, невероятно, все еще, да, в 21 веке мы слышим, что у нас время только там в навигацию, к нам в доступ. Но это прекрасно, что мы можем с вами в любой момент все-таки общаться, и сейчас такой скачок, как бы, да, виртуальных мостов, поэтому это замечательно. Мы сейчас на Премьеве, они пюруханские, знаете бы, мы с вами, ну, я бы с вами точно не общался, к сожалению, к сожалению. Да, да, так, Сергей Васильевич еще хотел добавить, да? Да, вот как раз-таки тоже вот комментарии Артема, то, что вот мы тоже пытаемся все-таки выходить на практический уровень по, вот именно по максимуму взаимодействовать и с коренными, и с, в общем, с общим населением, да, и мы пытаемся, в общем, развивать наш YouTube канал, куда вот выкладываем, ну, как у нас получается пока что, вот именно наши лекции, также планируется, наверное, туда выкладывать какие-то либо видео, да, я не знаю, может быть, по селькубскому, по хантыскому, по другим языкам, но это все очень сложно, мы вот на начальных этапах это требует очень много времени, по крайней мере, если бы, также мы призываем вас всех подписываться на наш канал, это нам тоже очень помогает, чем больше смотрят людей наш канал, да, допустим, вот YouTube, на YouTube, тем как бы у нас больше мотивации идет, может быть, какие-то идеи будут, приглашаем также вас в сотрудничество всех, да, вот Артем тоже, если хотите что-нибудь, можете нам предложить, мы это выложим на свой канал, также будем это популяризировать. Ну, я думаю, да, то, о чем сказал. Ну, это опять-таки, это все, только все свободное время, пока что. то, о чем сказал Артем, и то, о чем сказал Сергей, вот это, мы что-то, что пытаемся, у нас действительно не хватает иногда опыта, иногда квалификации, иногда еще чего-то, вот ссылка, кстати говоря, на наш канал в чате, но все мы это делаем довольно непрофессионально, может быть, не столь интересно, о чем, конечно, уже шла речь, это создание каких-либо, ну, если не мультфильмов, то действительно, каких-то роликов, зарисовок, мы очень надеемся, что вот мы уже привлекаем студентов к определенным, да, нашим инициативам, Андрей Петрович Дальзон смог сделать очень многое, и вот за нами, давайте откроем, покажем карточки, здесь просто хотела сказать, что вот вся эта картотека нашей кафедры, она была бы невозможна, если бы Андрей Петрович Дальзон, профессор, да, Томского пединститута не имел достаточно харизмы и определенного такого, ну, я не знаю, руководства, что он мог привлечь не только студентов, но и преподавателей к тому, чтобы записывать, обрабатывать, то есть вот все, что они сделали, это вот не только, да, просто вот тома в таком, а еще и каждый том был выписан в карточный словарь, конечно, сохранность, обработка и так далее, это другое дело, но я к чему это хочу сказать, что мы стараемся развиваться и как-то вот тоже привлекать, но пока это все довольно не поставлено на поток, вот, все какие-либо предложения, и вот, да, Григорас уже написал свою почту, давайте действительно обмениваться, держать контакт, так, Артем, все-таки еще хотите, да, сказать что-то? Да, ну, вы как бы затронули тему студентов, я здесь не могу молчать, потому что когда я был в Ижевске на стажировке, первое, что я сделал, просто пришел на кафедру и сказал, ну, вот у вас же студенты пишут какие-то курсовые, дипломные работы, да, и, к сожалению, большинство из этих работ просто попадают в стол, и никто их не читает, а получается, что, ну, как бы очень жалко, потому что студенты могли бы в это время что-то делать, и я предложил несколько сценариев. Вот в высшей школе экономики есть, например, практика, когда студенты пишут какие-то статьи в Википедию и тем самым развивают Википедию на русском языке и получают за это какую-то аттестацию, да, может быть, зачет, может быть, еще что-то. Я говорю, мы можем, например, взять, например, несколько человек, которые бы вели группы в соцсети, да, и это бы им засчитывалось как, например, как практика. Мы можем, например, сделать так, что люди переводили бы фильмы или мультфильмы на удмуртский язык, мы, например, бы это потом озвучили, это бы выложили в интернет, это бы, например, собирало какие-то лайки, репосты, и это было бы развитие языка, то есть это была бы какая-то видимая деятельность на вот действительно какая-то созидательная, которая бы могла дать отдачу. Проблема возникла в том, что мне сказали, что, к сожалению, мы все равно должны аттестировать их вот по научному направлению. Но какое-то количество студентов мне удалось как бы вытащить, выдернуть, мы с ними действительно работали, мы озвучивали разговорники, то есть какая-то, они ведь все-таки носители языка, очень-очень хорошо, когда мы сможем их использовать. Поэтому я понимаю то, что говорит Сергей, что в основном это в свободное время, и это действительно не финансируется, но даже в этой ситуации, если мы будем пытаться как-то выжить, как-то вот что-то где-то отжать, это все равно будет ценно, и с точки зрения развития, сохранения языков в том числе. Поэтому я призываю всех в этом направлении тоже думать. Прекрасно, и спасибо за дополнение. Ну, мы сейчас в нюансы не будем, конечно, вдаваться, там, по поводу номенклатуры, обеспечения уставной деятельности и так далее. Ну, на самом деле, да, если думать в этом направлении, то, видимо, и средства мы сможем найти и достигнуть, ну, хотя бы минимальных целей, вот, и развиваться дальше. Ну, тогда, коллеги, мы, наверное, уже будем завершать. Огромное спасибо за то, что вы уделили время. Сегодня будний день. У кого-то раннее утро, у кого-то уже там день вовсю, да? Если все-таки будут какие-либо предложения, комментарии, какие-то, может быть, даже небольшие ремарки, пожалуйста, пишите. Мы открыты диалогом, очень, да, интересно, что где происходит. И большое спасибо. Вот сейчас Григорас скидывает в чат, посмотрите, пожалуйста, разные ссылки. Я думаю, что, да, мы обязательно, мы сохраняем вот чат. Вот. И, в принципе, если, ну, мы уже все сказали по нескольку раз, поэтому всем большое спасибо. Скажу на чулынском. То есть вам большое спасибо, с добром оставайтесь, будьте с добром. Можете сказать на других языках прощание. То, о чем, в принципе, вы сегодня говорили, чего вроде бы и нет, но уже каким-то образом есть. Вот. Артем, может, на чувашском нам скажете. Ну, по-чувашски, сывопулар, по-лудмуртски, джечфлэ. Улух, спасибо. На других языках. Денис Михайлович, где вы? С телевудским. А по-телевудски, тягшу полугар. Будьте тоже, да, с добром. Хороши. Хороши. Ну, ладно, на этой тюркской ноте. Ну, наверное, по-хантыйски, наверное, тоже можно сказать хорошего сна, либо до свидания. Это будет Емулом. Емулом. Ну, для баланса по-селькубски хотя бы кто-то нам скажет. Ирина Анатольевна, вы еще здесь, может быть. По-хантыйски, я еще могу сказать. Всем желаю всего хорошего. Спасибо, да, Светлана Геннадьевна. Родика. Она по-хантыйски тоже могу сказать, что как благопожелание. Тора Мия Гавилта. Бог, дай людям жизнь. Спасибо большое. Кеты, кажется, отключились. А, нет, Хайвала здесь. Может быть, Пакетский тоже? Здесь. Здесь. Ладно. Пакетский я забыла. Кто Пакетский помнит? Нет. Это здравствуйте. А до свидания. Мы не приготовились. Но так что не будем говорить. Прощайте. Будем говорить. До новых встреч. Всего всем доброго. и спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Всем хорошего. До свидания. 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 Продолжение следует...